если человек заявляет что вино является грехом тогда иисус подав чашу своим ученикам подал что-то там что-то там соблазняющие к винопитию вы знаете я однажды сидел с одним пастором общался и он сказал такие слова он был такой радикал очень сильный и он такую вещь заявил он сказал я даже за столом бы не сидел ни с одним человеком у какого у кого бы было что-то похожее даже даже похожие на алкоголь потому что это грех а я не могу сидеть рядом с грехом и тогда я подумал даже я вроде такой знаете толерантный человек и сам очень критично отношусь к алкоголю чтобы понимали очень критично но я говорю брат очевидно тебе не пришлось бы оказаться на вечере господней на на вечере с иисусом потому что он подал своим ученикам в чаше что-то похожее на алкоголь и он говорит этот человек говорит но там был сок виноградный я говорю предположим во первых мы не знаем а во-вторых предположим это был сок зачем подавать людям соблазн зачем вообще тот соблазн что получается иисус был искуситель подавая что-то похожее чтобы мы спорили но если это грех в чистом виде зачем иисус мог подать молоко ну ладно я всегда говорю молоко белого цвета на кровь не похоже чай каркаде или еще хоть напиток похожий был бы но он подал чашу от плода виноградного от плода виноградного изготавливали вино традиционные церкви в частности я знаю католическое точно не знаю как православные католическое точно говорит у них есть постулат что если человек заявляет что вино является грехом такого отлучать от церкви потому что он подает соблазн в самом христе я заметил что люди которые живут в ограниченных условиях и переживают свой собственный опыт негативный конечно для них блуд воровство употребление алкоголя является одним ровным грехом но для них да но нельзя никогда строить христианскую доктрину на своем собственном опыте потому что опыт это опасная вещь знаете люди уже в истории были случаи когда монах видел какое-то видение ему что-то напоминало видение его ли жизненный опыт и потом рождалось целое учение и учение не имело ничего общего с библией то есть таким образом появлялись там иконы изображения какие-то там на 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 дереве до святых людей потому что монахи это видели в духе изображали но писание говорит что не нужно изображать бога никаким образом но люди на собственном опыте строили учение поэтому христианское учение ни в коем случае нельзя строить на опыте у меня отец был алкоголик да и я знаю что алкоголизм это плохая вещь и и я сам говорю мы должны быть критичны ни в коем случае не не провоцировать людей на алкоголь но с другой стороны нельзя всех людей оценивать через собственный опыт